приветствую вас друзья болезни которые вы никогда не вылечите правильнее было бы назвать эту тему болезни которые вы никогда не вылечите если будете пользоваться услугами врачей ну или официальной медицины я сначала перечислил их а потом объясню почему это так первое головная боль понятно что сейчас мне будут возражать различные доктора медики до что головная боль имеет разную теологию ну происхождение разные названия умные я беру концептуально чтобы это было понятно для простых людей и просто вот такой симптом как головная боль 1 остеохондроз 2 остеохондроз туда тоже входит огромный огромный перечень различных подвидов болезни симптомов и так далее доходят и грыжа и протрузии и различные другие нарушения в организме все что проистекает из такой причины как остеохондроз или точнее относится к остеохондрозу и третье это гипертония повышенное давление сюда тоже можно отнести не только повышенное давление но также проблемы с сосудами с кровеносными проблемы с органами кровотворными их работой до некоторая часть гормонов сюда же вовлечена в эту схему общий симптом гипертония повышенное давление вот эти три симптома или ладно назовем их заболевания головная боль остеохондроз и гипертония вот эти три заболевания вы никогда не вылечите если будете пользоваться услугами врачей почему это так потому что это серьезное такое как бы скажем обвинение да не обвинение здесь никого не обвиняю я просто констатирую факт но скажите мне друзья просто оглянитесь вокруг и посмотрите среди своих знакомых у кого болела голова кто-нибудь из них выпив лекарства или выпив таблетку от головной боли или сходив к врачу там невропатологу и так далее кто-нибудь избавился ли от головной боли навсегда вот такой вопрос напишите в комментариях есть ли у вас встречались ли у вас такие случаи я не говорю сейчас об избавлении временным потому что есть моменты когда допустим голова болит выпил там какой-нибудь цитрамон и она вроде бы как бы прошла временно временно ключевое слово здесь а я говорю как раз о том чтобы кто-то сходил к невропатологу или выпил таблетку или там пропил курс таблеток неважно и полностью избавился от головной боли таким образом что она к нему больше не возвращается либо возвращается настолько редко там раз в несколько лет что это не заслуживает внимание были ли в вашей практике такие случаи могу предположить что нет моей точно не были у моих друзей я спрашивал точно такого не было то есть эти болезни не лечится то же самое касается и давление и остеохондроза то есть это те болезни которые врачи с удовольствием лечат но никто из врачей никто друзья мои не вылечивает почему это происходит первая причина такая извините за тавтологию да потому что не устранена причина первая причина почему не вылечивают эти болезни потому что не устраняет причину врачи не выясняют и не знают о причине этих болезней и не воздействует на нее соответственно если не мы не убираем источник этих вещей правильный источник есть именно очень важно чтобы источник был обнаружен точно и правильно если мы не убираем источник этих болезней то соответственно болезни все продолжаются и продолжаются и продолжаются они переходят в разряд хронических второй момент это лекарство дело в том друзья мои что лекарства которые призваны призваны устранять течение этих болезней они создают именно эти болезни и поддерживают его тут можно привести пример с гомеопатией то есть гомеопатия когда-то давно была такая философия такая идея о том что болезнь можно вылечить веществом которое его вызывает то есть видите некоторое сходство здесь прослеживается в медицине принцип тот же самый только в обратной последовательности то есть лекарства которые которые используются для лечения болезней именно эти лекарства эту болезнь и вызывает ну приведу пример с гипертонии повышенным давлением да вот таблетки от давления когда человек принимает таблетки от давления его давление понижается на короткое время да но когда действие таблетки заканчивается организм повышает давление только делать это еще больше чем раньше почему потому что организм повысил давление с какой-то целью в организме происходил какой-то в организме происходил какой-то процесс какой-то биологический процесс на имеющий определенную цель и так как этот процесс не был завершён то ну то есть организм выполнял какую-то свою программу да и доктор там медик врач вмешался с помощью таблетки и загасил этот процесс организм наш очень умное существо да он всегда делает поправки и приспосабливается к тому что произошло и он учитывает воздействие таблетки и в будущем он повысит давление выше чем было до этого таким образом принимая таблетки от давления человек создает себе давление в будущем то есть его болезнь никогда не вылечится если он будет принимать лекарства также с другими болезнями и третий момент почему эти болезни никогда нельзя вылечить дело в том что сам подход изначально здесь неправильный лечить невозможно то есть здесь решением для этой ситуации может быть работа самого организма то есть именно природных сил и тактика если мы хотим справиться с давлением остеохондрозом и головной болью это не лечить болезнь а помогать организму действовать так как задумано природой и как изначально должны действовать его функции то есть если мы будем усиливать организм давать ему там правильное питание витамины физическую нагрузку питьевой режим там ну все 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 вещи которые направлены не на устранение болезни или ее симптомов направлены на улучшение работы организма то есть что нужно организму для работы сон еда вода воздух физическая нагрузка вот до основные вещи если организм обеспечить этими вещами он выполнит свои задачи и в конце концов справиться с болезнью потому что изначально наш организм задуман таким образом чтобы сопротивляться различным болезням и различным внешним факторам я друзья желаю оставаться вам здоровыми желаю чтобы ваше тело ваш организм работал как надо и до новых встреч